Перед какими испытаниями стоит растущая компания? С какими испытаниями сталкивается она? Тут компания стремительно растет, она сталкивается с нехваткой уже IT-ресурсов. Их задача основная, это в первую очередь эффективно использовать те IT-ресурсы, которые у них есть. И второе, это гарантировать бесперебойную работу. Наиболее популярным решением для вот этой задачи является естественно виртуализация. О виртуализации мы говорили на наших предыдущих мероприятиях, мы в вебинарах рассказывали о наших подходах к виртуализации, а именно Docker DSM и Virtual DSM Manager. Сегодня мы не будем очень глубоко говорить об этих двух подходах. Но коротко хотелось бы несколько вещей обозначить. Что это такое? Docker DSM и Virtual DSM Manager позволяют вам на базе одного нас сервера Synology развернуть несколько DSM инстанций, которые в случае с Virtual DSM Manager полностью изолированы, полностью самостоятельны. Почему это может быть выгодно? Во-первых, это более безопасно. То есть если у нас в рамках, если мы говорим одной фирмы, то каждый отдел, например, может работать со своей капсулой, со своим контейнером с DSM, который не пересекается с другими. Недавно совсем был случай, я думаю, все о нем слышали, с вирусом-шифровальщиком вонокрайк. Кто слышал? Да, который там миллион компьютеров во всем мире зашифровалось, и не больше. Этот вирус атаковал операционную систему Windows. То есть, по сути дела, нашим нас серверам, которые вообще работают на базе Linux, ничего не грозило. Но, если у жертвы, которого атаковал этот вирус, сетевая папка была подключена к проводнику и вела на нас сервер Synology, то, по сути дела, этот вирус мог бы перепрыгнуть и в эту папку, и зашифровать данные на нас сервере. Если мы используем Virtual DSM Manager, то нам бы было все равно. Потому что данные зашифровались бы только виртуальным DSM, и благодаря поддержке снапшотов, благодаря поддержке снимков, моментальных снимков, мы могли бы за секунды откатиться на предыдущую версию, где все еще не зашифрованы файлы. Это вот такое вот решение. Второй подход, это если мы используем виртуальный DSM в рамках одной кампании. Второй подход, это для системных интеграторов и телекомов возможность предоставления виртуальных DSM в аренду для своих клиентов. То есть клиент получает небольшой виртуальный нас сервер, а хранится все на самом деле у его системного интегратора, например. Одна из выгод больших Virtual DSM Manager в кластерном подходе. В рамках кластера Virtual DSM Manager можно объединить 7 серверов, между которыми можно распределить нагрузку. В данном случае у нас есть виртуальные машины, вычислительная мощь которых находится на серверах наверху, слева и справа, но хранятся они все на более объемном сервере, который в данном сетапе выступает как хранилищем. То есть мы таким образом можем распределить нагрузку. И это нам помогает достичь нескольких интересных вещей. А именно, у нас появляется возможность миграции виртуальных машин в реальном времени без простоев. Представим себе ситуацию, что с левым сервером... Не будем говорить, что с ним что-то случилось, просто нам нужно проавдейтить, например, DSM. Или нам нужно заменить диски, или вентилятор, или что-то еще. Мы не хотим, чтобы работа виртуальных машин останавливалась. Поэтому мы можем просто перенести их на другой сервер, и когда он освободился, сделать апдейт, заменить жесткие диски и так далее. В данном случае это было сделано для того, чтобы освободить на нем место и создать более мощную виртуальную машину, которая требуется больше ресурсов, которые на нем доступны. Причем вот эта вот миграция происходит совершенно бесшовно. В одном из вебинаров, в которых они доступны на YouTube, на нашем канале, я демонстрировал, как я копирую файл на виртуальный DSM, довольно большой файл, на несколько гигабайт, и во время копирования я переносил DSM, мигрировал DSM на другой сервер. Мигрировал эту виртуальную машину. И видно, что процесс копирования файла даже не прекращается, он даже не замедляется. То есть все происходит действительно невероятно гладко. Помимо всего прочего, внутри кластера работает кластер высокой доступности, high availability. То есть если с устройством одним из серверов что-то случится, то виртуальные машины автоматически будут перенесены на серверы со свободными ресурсами. Вот у нас ситуация. У нас стоят четыре сервера в кластере, три для вычисления, один сервер для хранилища. С сервером слева что-то происходит. Он ломается. Виртуальную машину нужно немедленно переносить на другие серверы. Система автоматически определяет, где еще есть место, и переносит на второй сервер. Она смотрит, что куда перенести остальные, тут места уже нет. Но видит, что на третьем сервере еще остались ресурсы и переносит оставшиеся виртуальные машины на третий сервер. То есть если мы сравним эти два подхода, миграцию и high availability, то в миграции у нас ручное переключение идет, но оно бесшовное совершенно, то есть у нас не прерывается работа ни на секунду, а в случае с high availability переключает автомат, в случае если устройство сломалось, но там мы теряем буквально минуту времени на весь этот процесс. Есть несколько требований к кластеру. Во-первых, достаточное количество хостов. Важно, что если вы создали кластер, скажем там 5 или 6 серверов, то хотя бы половина из них должна всегда работать. Если больше половины серверов отключается, то весь кластер разваливается, потому что некуда уже недостаточно ресурсов для его поддержания. Также советуется по этой причине использовать неровное количество хостов. Я уже упомянул снимки. Еще одна выгода их в том, что мы по сравнению с другими подходами, такими как Hyperbackup или другими приложениями Snapchat Replication, которые у нас есть, у нас есть возможность делать снимки всей системы, абсолютно всей системы. То есть в других случаях мы можем резервировать приложения, сетевые бабки, конфигурации пользователей и так далее. Тут мы делаем снимок абсолютно всего WDSM и точно так же можем откатиться за секунды к предыдущей версии, вот если мы говорим опять же об этом вирус-шифровальщике, с файлами, которые еще не зашифрованы. Если у вас несколько компьютеров, на которые вы хотите установить различные, одну и ту же виртуальную машину, которая уже сконфигурирована, на которой уже созданы пользователи, на которой создана уже настроена правильная конфигурация, у вас есть возможность экспортировать эту виртуальную машину и импортировать ее на различных других устройствах, что значительно сократит для вас затраты и времени, и денег. А внутри систем все еще доступны все эти инструменты, о которых я только что говорил, о которых Александр Паваков чуть позже расскажет, а именно и хайпербеков, и моментальные снимки. Но виртуал DSM менеджер немного изменился. Теперь он называется виртуал машин менеджер, и это неспроста. На нас сервера Synology теперь также поддерживается виртуализация Windows и Linux. Причем не только ISO файлов, поддерживаются также и OVA файлы, и VDMK, и VDI форматы. Какие именно операционные системы поддерживаются? Это все версии Windows начиная с 7, все версии Windows сервера начиная с 2008, а также различные дистрибутивы Linux. Как это все выглядит, как это все настраивать? То есть тут на самом деле две части презентации. Один вопрос, одна часть это, как происходит установка, и как это потом выглядит, когда это работает. Сама установка, кто инсталировал Windows, знает, что процесс, когда палочка медленно двигается направо, занимает много времени, поэтому, чтобы его сэкономить, я записал небольшой ролик, который просто буду использовать, чтобы прокомментировать, что происходит. А именно, чтобы установить виртуальный Windows, нам для начала нужно добавить два имидж-файла в библиотеку самой системы. Это имидж-файл с непосредственно Windows для установки. Его можно скачать на странице Microsoft, кстати. Мы его так и называем, потому что это Windows сервер для установки. Второй файл, который нам нужен, это драйвера для виртуального Windows. Их вы найдете на нашей странице. Это драйвера для нашего виртуального Windows. Создаем в нашей библиотеке второй файл, который называется Windows-драйвер. И также указываем в системе, где он лежит. Все, после этого мы можем идти к созданию новой виртуальной машины. Меняем, переходим в окошко виртуальной машины, говорим создать. И говорим, что мы создаем виртуальную машину на базе ISO. Если бы у нас была уже готовая, не ISO, там VDMK, мы бы взяли другую опцию. Говорим, что мы создаем виртуальную машину. Это у нас, она называется будет Windows сервер. Говорим, сколько ресурсов она будет потреблять. Сколько оперативной памяти. И два источника, два диска мы говорим. Windows для инсталляции, это bootable. И дополнительный диск, это наш диск с драйверами. В принципе, все. После этого нам нужно создать, точнее у нас есть возможность создать несколько жестких дисков, там диск C, диск D, на сколько-то гигабайт. И дальше на самом деле все уже довольно-таки банально. В конце у нас такая summary небольшая. Описывается, какие настройки мы сделали. И возможность включить виртуальную машину. Вот немаломажный, кстати, факт. На каком сервере вы хотите ее запустить? Не забывайте, что у нас кластер. И хранится машина может на одном сервере, но почистительная ее часть может находиться на другом. Поэтому система спрашивает, хорошо, тут мы ее проинстелировали, а где она должна запуститься? Все, после этого к ней можно подключиться. Остальное я вам могу уже показать сам. На самом деле я думаю, что те из вас, кто внимательно смотрел, уже догадались, что когда я показывал подключение к AD-серверу, на самом деле я подключался с виртуализированным видосом, который работает на нашем устройстве синолога. То есть наш мистер-стажер на самом деле работает даже не на настоящем видосе, а на виртуальном видосе, который работает на нашей Flash Station 3017, наше новое устройство, Full Flash NAS, который может работать на 24 SSD дисков. По сути дела у нас получается полноценный Windows на NAS-сервере синологи. У вас будет возможность после этой презентации пройти в другой павильон и самим покликать, немножко посмотреть, как это все выглядит, как подключаться к системе. Как все выглядит внутри нашего Virtual DSM менеджера, все очень просто. Мы его открываем, вот наши виртуальные машины. Тут сейчас их работает две. Это Windows Pro, к которому я подключался только что. Вот он, один из стейд IP. Его и другая машина. Мы видим, сколько ресурсов ей было отдано. В данном случае 6 ядер и 4 гигабайта оперативной памяти, в другом случае 4 ядра. И чтобы к ней подключиться, нам ничего не нужно сделать, просто нажимаем подключиться и она тут же открывается. Довольно просто. Ну что ж, идем дальше. Что важно знать? Виртуальные машины работают только на устройствах на базе Intel. Для работы в Virtual Machine Manager нужно минимум 4 гигабайта оперативной памяти. По этой причине вы видите табличку внизу. Устройства, которые отмечены цветом, это те устройства, которые могут запустить Virtual Machine Manager, которые поддерживают это приложение в заводской конфигурации. Это значит, что у них 4 или больше оперативной памяти уже предустановлено. 4 или больше гигабайтов. Модели, которые отмечены черным, это модели, которые могут поддерживать Virtual Machine Manager, но после расширения оперативной памяти. Первый вопрос, который нам задают. Хорошо, а сколько виртуальных машин я могу запустить? Тут нету каких-то жестких правил. По идее, можно запустить одну машину, развернуть на ней какую-то сумасшедшую базу данных и поставить любой сервер на колени. Но, чтобы примерно ориентироваться, у нас вот такое вот правило, я вам оставлю тут, а именно, для DSM, для системы DSM нужно, справа наверху, видите, полтора гигабайта оперативной памяти. Дальше, каждому ядру нужно 80 мегабайт, и каждой виртуальной машине 256 мегабайт. Что у нас получается? Если мы создаем виртуальную машину с одним ядром и одним гигабайтом оперативной памяти, то у нас помещаются три, если мы берем, извините, я пропустил, если мы за пример берем DS1515+, с шестью гигабайтами оперативной памяти, при вот таких вот настройках на одну виртуальную машину у нас помещается три штуки. В сумме они только виртуальную машину занимают 4 гигабайта, и не забываем, что полтора нужно еще DSM. как раз выходит примерно шесть. Если же мы создадим виртуальную машину с одним ядром и двумя гигабайтами оперативной памяти, все, мы уже сразу при создании одной машины упираемся в тупик. У нас встает, она уже занимает 2,3 гигабайта, полтора гигабайта DSM, все, у нас уже для второй такой места нет, даже для меньшей. А создать машину, вроде как ресурсов достаточно, кажется, да, у нас 6 гигабайта свободно, но если мы попробуем создать машину на двух ядрах и 4 гигабайтах оперативной памяти, у нас вообще уже не остается места для DSM, то есть такую машину создать вообще уже невозможно. Я уже упомянул, что один из подходов по использованию Virtual Machine Manager это предоставление виртуальных систем для своих клиентов. Это может быть виртуальный NAS, виртуальный Windows и так далее. Гартнер, который, кстати, уже упоминался сегодня в ВИМе, говорит, что, точнее, его расчеты показывают, что рынок инфраструктуры как бизнес, как сервиса растет на 60-70% в год. Это неудивительно, потому что этот подход позволяет удобно управлять ресурсами, позволяет просто масштабировать инфраструктуру и позволяет виртуализировать как аппаратную составляющую, так и софтверную. Если привести небольшой пример, то за ним не нужно даже далеко идти. Все очень просто. То, что вы видите справа, это наш стенд с Целита, который прошел в марте этого года в Ганновере. У нас был в этом году довольно крупный стенд, 200 квадратных метров. На нем было, как и каждый год, были различные станции, посвященные различным темам. То есть, каждая станция состояла из небольшого устройства и экрана с компьютером, с мышкой, на котором были открыты какие-либо приложения, чтобы продемонстрировать, как работать с нашим почтовым сервером, как работать с приложениями в офисе для бэкапа и так дальше. У посетителей было полное впечатление, что они работают на устройстве, которое стоит рядом с ними. Хотя на самом деле, это был небольшой обман. На самом деле, все версии DSM были виртуальными и лежали все вот здесь вот на Flash Station, нашей опять же, 3017. И люди работали на самом деле на этом устройстве. Там было запущено, если не ошибаюсь, 13 виртуальных DSM и несколько виртуальных Windows. Но у людей было полное впечатление, что они работают на устройство, которое стоит прямо перед их глазами. Субтитры подогнал «Симон»